Доброе утро всем! Я тут решила посниматься на фоне какой-то зелени приятной. Она как-то контрастирует с моим бледным лицом. Собираюсь идти погулять, собираюсь зайти в Secondic, в Хумана. Там сегодня первый день завоза. Я там встречаюсь со своей подписчицей, Литочкой, которая приехала из Израиля. Не подумала, что у нас никак в Израиле температура. И ей нужно найти какую-то куртку, что-то тепленькое. И себе тоже посмотрю, хотя, конечно, всего хватает, никакой необходимости нет. Но вдруг там что-то будет просто такое невероятно интересное. Вот и посмотрим, кому это может быть тоже заинтересовать. Давайте идем вместе. Опять иду на прогулку в красной курточке. Ну, потому что потеплее. Она сейчас более такая удобная для этой погоды. Все равно шапочку одеваю, потому что сыра, джинсы и кроссовки, которые вот так покачиваются туда-сюда. Они самые удобные для ходьбы. Совершенно в них не болят ноги, в отличие от других. Десять тысяч шагов я могу нагулять просто на ура. И аромат сегодня был апельсиновый Арифлейм Джордани Голд Эссенса. Опять хочется пахнуть какими-то апельсиновыми рощами, чем-то таким. И пора, пора мне уже. У нас встреча на остановке в 10, так что я уже выбегаю. А, и сумочка, как всегда, синяя. Желтые деревья, пустынные улицы. Это у нас утр понедельника. Очень много курток. Передать сейчас там мерить в соседней кабинке. Я нашла себе такое интересное пальто, но оно скорее летнее. Или на очень теплой осени. Забавное. Фрюшечки тут какие-то детали. С разрезом. Ну, по крайней мере, хоть что-то такое необычное. Вот такая вот вирочка на ней. Стоимость сегодня 14 евро первый день. Поэтому я не знаю, нужна она мне или нет. Какая из них? Вот эта? Да, что-то не... Это здоровенная такая сумка. Ну, я сама нещу. Даже при своей этой самой. Нет. Я лично такого роста, как я такую сумку, нельзя. Хотя мне страшно нравится. А мне рыжая эта нравится. Она тоже такая своеобразная. Она будет просто вылочиться по полу. Она будет вылочиться по полу, да. Ее можно и через плечо, и... Так можно только через плечо. Ага. Надо через плечо, но это уже тяжело. Такое вот безумие первый день творится. Очередь на кассу. Мы Леночку встретили в секунде. И там вот, когда вы заходите, вот эти четыре павильона, с этой стороны здания, прямо вот в торце. Говори привет. Привет. Так. Это продать или не продать, как вы думаете? А вполне возможно. За четыре евро. Зашли пить чай. Отметить приезд Риты. И сейчас она покажет, что она тут интересного привезла. Всякого разного. Ну, конечно же. Это же... Мертвое море должно быть и в любом виде так. О, это у нас дары Мертвого моря. Да, это там по-русски написано, так что замечательно. Это крем около глаз. Очень хороший. Именно пользуется, так скажем, женщина нашего возраста. Это хорошо. А вот это... Души. Я разбирала свои вещи и нашла... Ой! Это то, что я взяла с собой 25 лет назад. Сама. Серьезно, да? Может, открыла разочек, не знаю. Смотри сама. А мне сложно одной рукой, как она там открывается. Представляешь, то есть она пролежала 25 лет и нашла ее совершенно случайно, незадолго до отъезда. Боже мой, это такой раритет кокеток. Вот, они, конечно, пользоваться ими вряд ли. А почему? Я думаю, что они... Это для коллекции. Спасибо. Вот это что-то потрясающее, конечно. Вот. Кто помнит? Это тебе от раечки. Ой, какая прелесть. Так я смотрю, что когда снимаю, здесь почему-то мигает такое вот освещение какие-то современные, что они реагируют. Я тебе скажу, ну, кажется, по-английски. Да. На иврите это называется брехатабайта. Благословение дома. Замечательно. Вообще-то это... Ну, опера. Новый дом, новая квартира. Да, пускай благословляет. А вообще хамса это от сглаза. Вот, ты знаешь, хамса называется, да? Здорово. А написано это благословение дома. А вот это... Ой, вот эта штука. Чем дальше, тем интереснее, интереснее. Ну. Это, наверное, заклеено, да? Ну, это я заклеила. А, да. А, да. Потому что бьющиеся. А, так, секундочку. Я принесу ножом. Началось. Началось, но совершенно случайно. Мы с моей подругой Раечкой по субботам ездим на море. Ну, просто у него сын только по субботам может, а в субботу транспорта нет. И вот, в общем, ездим на море. Ну, гуляем вдоль моря, естественно. Если видим красивые ракушки, ну, невозможно пройти мимо. И потом нагибаешься. А у Раечки у меня плохо рука работала. Так она вот разрабатывала руку, хватаем эти ракушки. Нагибаемся. Боже мой. И я стала делать подделки из ракушек. Естественно, первый был филин. Больше я так ничего не научилась делать. Но филинов я делаю. Как красиво. Риточка, какая прелесть. А я тут просто. Ну, да, я с этой стороны оставлю другую, третью. В общем, напоминание обо мне будет. Филинов со всех сторон. Супер. Какая прелесть. Как здорово. А ракушки там что-то мне не хватило. Райка, давай, конечно. Ну, у меня тоже много. Вот в этом году как-то удивительно мало ракушек. А вот в прошлом году мы ходили, было много. Это я привозила позапрошлым, я еще привозила. Здорово. Какая прелесть. А это что? Это вкусная, которая такая разнообразная. Я помню. Да, это разная. Это, кажется, в прошлый раз я даже писала какая из них. Какая? Сейчас мы еще добавим сюда нашего рижского кексика. Да, это тахинная или кунжутная, или сом-сом, в общем, называйте как хотите. Моя подруга уверяет, что в Риге ее нету. Ну, при съезде только на базаре. Наверное, да. Я не видела. Она очень дорогая. Поэтому, Толь, я привезла 2 килограмма такой хауэ. Ну, и в такой упаковке. Ей просто. Ой, спасибо. Такие сумасшедшие вообще, конечно, подарки. Духи-кокетка, это, тем более привезенные, увезенные в Израиль и привезенные обратно спустя через 25 лет. Это что-то вообще. Ну, еще одни духи. Еще одни духи? Ну, я не знаю, как это назвать. Духи сейчас. Они в сумке лежали отдельно. Так, рыбки-рыбки. Зарос аквариум буквально за месяц просто. Джунгли опять в аквариуме. Нужно снова чистить. Сегодняшние покупочки. Там некогда было примерить. Народа много. Елену встретили. Поэтому схватила то, что показалось. Нормально по размерчику. Ой, такой джемперочек веселенький. Еще одну штучку. И вот еще одна такая очень интересная вещица. Стоимостью 4 евро. ХБ. Такая длинненькая. Рукавчик интересный. Вот такая вот. Интересная. Да. Очень интересная штучка. Да, забавненькая. Я, правда, не совсем понимаю, с чем ее носить. С какими брюками. Ну, наверное, с какими-то узи. Тоже такими зауженными, скорее всего. Да, скорее всего. С узкими. Ну, нет, вот с этими нормально абсолютно. Да, нормально. Вот такая тоже прелестная вещица. Так, ну-ка, смотрим покупочку еще раз. Куртки. Куртки. Смотрим куртку. Это было что? Еще шарфик был, да, по-моему? Да. А, и сумка. И сумка. Это мы купили чуть-чуть подороже. Не за 4 евро. Ну, надеюсь, будет хорошая, теплая. Главное по размерчику. Она даже слишком теплая такая. Ага. Ой, очень даже симпатичная. Да, хорошая. Да, такого пальто у меня не было 25 лет. У меня тут, просто в Израиле я его ни разу не надену. Естественно. Ну, а впрочем. У нас тоже бывает 12 градусов. Да, с капюшончиком. Да, и метра бывают сильно. Это точно не продувает. Это точно не продуваемая, да. Пускай она такая и темненькая, и... А куда у тебя светленькая? Ну, куда светленькая? И так можно описать. Зато шарфик весельненький. А, у нас там еще блузочка была, да, какая-то тоже? Ну, блузка не было, я не хочу. Ага. Сумочка вот еще такая. Да, сумка мне очень нравится. Мягенькая, хорошая, кожаная, полагаем. Похожая на кожаную. Да. Судя по цене. Ну, судя по цене, да, полагаем, кожаная. Да, и большая, так то есть... Да, шарф, но мы что-то поярче. Ну, где есть, яркий-яркий такой, красно-желтый. Да, а какой там зелененький шарфик? А, для подруги, зелененький. Для подруги. А сюда любой подойдет. Угу. Так, супер опыта. Не будем? Да. И вот такой шарфик для подруги. Да, для подруги. Ну, он подойдет и мне. Да. Извините, а как его делать? Он такой большой. Вот, он широкий. Просто надо собрать эту ширину, собрать ширину и все, и тогда уже будет ясно, да, как. Угу. Кажется, я утонула. Главное, что тепло. Потому что, кстати, вот сейчас посидели немножко, и мне стало холодно. Здесь довольно холодно на квартире. Нет, у меня холодно не бывает. Да, счастливый человек. А я мерзну все время. Это здесь. А когда все время жар, капюшон. Капюшон это хорошо. Всегда можно потом, если что, накинуть. Вообще-то да, вчера мне пригодился капюшон. Потому что... Капюшон это очень хорошо. С этим зонтом я бы просто улетела, бы такой ветер был сильный. Так что... Мне очень даже нравится. Да. Главное, выполняет свою задачу. Да. Утепляет. А дома меня ждет вот такая вот мышенция. В позе тушканчика. Это ее любимая поза, чтобы на нее обратили внимание. И она прямо от ласки просто вот тащится. Она готова сейчас упасть. Падай уже, не сиди. И вот так вот дальше балдеть. Соскучилась. Хозяйка сегодня загулялась, потому что было столько всяких встреч и ожидаемых, и неожиданных встреч. Но очень приятных. Да, мышенцы? Давай-ка я расскажу немножко об этом. У меня была ожидаемая встреча с Риточкой из Израиля. А пока мы с ней гуляли по секундам, вы уже видели, что мы встретили Елену. Тоже наш замечательный рижский блогер. Где же мы могли еще встретиться, как не в секунде, в первый день завоза. Но завтра мы решили сходить вместе в музей моды. Так что если получится, то считайте таким небольшим анонсом. Ну, конечно, может и не получится, как оно там сложится. Тем не менее. Вот такой прелестный денек, который еще только в середине дня, еще много что может произойти. Я получила на почте, ходила, тоже ожидаемый наборчик таких миниатюрок марки Пехлегон. Там по полтора, по-моему, миллилитра очень много пробничков. Сейчас я вам покажу, потому что это того стоит. Вот так это выглядит. Здесь у нас, по-моему, 10 штук. И это все, что нужно для того, чтобы понять, стоит ли что-то заказывать или нет. Я нашла на одном из сайтов такие недорогие, в общем-то, несколько вариантов. И вот здесь, как они будут выглядеть, если я закажу полноразмерный флакончик. Они очень красивые бутылочки. У меня пока есть только пион. И это очень интересный аромат. Это нишевый, мне кажется, бренд. И вообще очень старый. Поэтому ароматы у них, конечно, достойные. И чтобы разобраться, стоит ли заказывать, вот взяла такие пробнички. Конечно, я не очень люблю те, которые намазом, а не с распылителем. Но здесь главное составить себе какое-то впечатление. А так, в общем, в целом, вот такой очень интересный наборчик. Якобы можно в Дьюти Фри его купить. Кто-то рассказывал об этом. Я заказала через наш рижский сайт. Вот такие дела. Теперь буду со всем этим разбираться. Поэтому с вами прощаюсь. Всего хорошего. До новых встреч, мушенцы. Тушканчик. Тушканчик мушенцы вам делает на прощание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok